слушайте мне недавно исполнилось 27 я ну вот начинаешь в таком возрасте задумываться о детях ну конечно не сам конечно не сам задумываться конечно это заслуга девушки сам 27-летний мужик никогда не задумывается о детях сам 27-летний мужик задумывается о детях знаете только если у него уже несколько лет были дети и он гулял с ними пять минут назад по парку а теперь их нет и он такой блин где мои дети вот 27-летний мужик задумался о детях в других случаях нет по девушке это конечно делают удивительно девушка создает иллюзию что ты сам захотел детей знаете сначала она просто мечтательно тебе говорит лёш вот если когда нибудь у нас будут дети а в следующий раз через пару месяцев она тебе уже говорит лёша помнишь мы с тобой договаривались что у нас будут дети и ты такой то я нихрена с тобой не договаривался ты одна говорила я просто стоял в комнате напряженно молчал все и она такая слушай надеюсь ты не будешь со мной так разговаривать когда у нас будут дети ну и короче и в следующий раз вы ругаетесь и в какой-то момент она тебе говорит слушай я вообще не уверена что ты уже готов не что стоит заводить с тобой детей и вот ты сам ее уже упрашиваешь типа родить тебе хоть какого-нибудь одного захудалого ребенка вот пожалуйста я честно говоря сам абсолютно не готов к детям я не знаю как их воспитывать я помню как нас в детстве с братом воспитывали наши родители я помню знаете мама всегда пыталась нас воспитывать по системе плохой коп хороший коп вот типа где мама хороший коп сначала приходит мама и такая сынок если будешь сотрудничать все будет в порядке но вот вечером придет отец и знаете просчет мама был в том что отец по сути никогда не был плохим копом отец знаете скорее был копом который давно уже тут не работает коп который старается вообще лишний раз в участок не заходить у него знаете на рынке скорее дела какие-то у него поэтому потом всегда приходил плохой коп и говорил да ты не переживай мать к утру перебесится все все как-то наладится ну и короче мне кажется она и сама не готова к детям вот как пример у нее есть 14-летняя такса собака которую она не смогла за 14 лет научить ничему вообще ничему ни одной команде ей конечно хочется делать вид что собака ее слушается поэтому она отдает ей знаете такие команды которые просто выполнить типа ну иди пока погуляй где хочешь но пёс при этом сидит рядом он никуда не идет это же я однажды попросил ее типа наругайся на собаку она съела мои ботинки собаку я говорю наругайся на собаку знаете как она ругается на собаку она такая дуся ботинки есть нельзя ты ведь хороший пёс кто такой хороший пёс и пошла возня все я его думаю а если по нас судьей было представляете вот это вот да иванов конечно убил да но вы посмотрите какие у него усы разве можно с такими усами в тюрьму я не знаю я просто знаете я вот например в 27 понял одну проблему которая преследовал меня всю жизнь мне кажется любой парень слышал я имею ввиду фразу типа фразу от девушек тебе только это от меня и нужно ты чё только секс от меня нужен куда ты меня так торопишь слушай девочки это принципиальное недопонимание вы должны понять что вы ведь зачем это говорите вы хотите побольше с нами пообщаться чтобы понять будет ли у нас с вами секс потом а парни то парни просто хотят поскорее с вами переспать чтобы понять будут ли они с вами общаться вот и все это потому что по сути у парня есть минут 40 после секса чтобы ценить девушку без призмы похоти знаете вот ну потому что дальше с каждой минутой девушка становится все более привлекательная для него как чем дольше ты не занимаешься сексом тем привлекательнее все девушки поэтому по сути парень просто хочет поскорее как бы оценить вашу душу а не ваше тело он просто поэтому он вас торопит и девочки если вам хоть раз попался честный парень и вы бы сказали ему тебе от меня нужен только секс он бы сказал и секс а ты уже сказал про секс извини что ты продолжай и чё там про секс ну вот типа и поэтому если парень не давит на вас если он не торопит вас сексом это значит только одно он потрахался прямо перед началом свидания другие чё ты так расстроен вспомнил случай какой-то прям такой возраст его как будто все встало на свои места ладно ребят спасибо вам большое алексей клаченко